Новое дорожное полотно появилось от дома по улице Каштановая 15 до Кипарисовой 4. Ровная дорога, бордюры установлены здесь буквально неделю назад. Люди много лет ждали ремонта этого внутриквартального проезда и писали обращение в городскую администрацию. Наконец, их просьбы услышаны. А совсем недавно всё было примерно как у их соседей по Кипарисовой 6. А мы сфотографировали с девочкой, по-моему, это было 8-го перед выборами. Все фотографии отправили в городскую администрацию. Она пришла смс-ка, что ваши фотографии получили в городской администрации. Ну, ждём что-то хорошее. По обращениям граждан до конца этого года будет отремонтировано ещё 6 городских дорог. Это проезды от Есенина 77 до Коммуны 2, по Пушкинской, по Океанскому проспекту 4850, по улице Зои Космодемьянской 31 также продолжат ремонт катерной. Все средства выделяются из городского бюджета. В подобной ситуации находились и жильцы дома по адресу Калинина 35. Сейчас здесь работает дорожная техника. Вскрывается старый асфальт. Далее будет установлен бордюрный камень, щебёночное основание и асфальтобетонное покрытие. Работу обещают завершить через 2-3 недели. Всего в 2018 году во Владивостоке отремонтируют более 20 километров дорог. Ремонт ведётся не только на основных магистралях города, но и на внутриквартальных проездах, придомовых территориях и пешеходных зонах. Именно ненадлежащее состояние дорог волнует большинство горожан. Это следует из обращений, которые владивостокцы присылают мэрии в WhatsApp. За время работы ресурса, то есть за месяц, было принято и обработано около 4 тысяч сообщений. Хочу сразу отметить, что данные сообщения не рассматриваются в рамках 59 ФЗ. И если вы хотите получить полный ответ, то необходимо воспользоваться уже существующим ресурсом интернет-приёмной администрации города. Воспользоваться услугами интернет-приёмной также не составит труда. Достаточно зайти на сайт администрации Владивостока в раздел интернет-приёмной, заполнить соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить». Ответ придёт максимум через 30 дней. Для того, чтобы сформировать план действий каких-то, основываться на чём-то, как раз вот эти предложения и факты, они помогают. И дело в том, что может быть, скорее всего, так как оно в основном так и происходит, что люди пишут об одном и том же. Кроме дорог, горожане обращают внимание мэрии на работу общественного транспорта. На 8 тысяч рублей оштрафовано предприятие, чьи автобусы работают на маршруте номер 77. Такое решение приняло управление транспорта после изучения жалобы одного из пассажиров. В письме автор обратил внимание специалистов на нарушение ПДД и хамское поведение водителя. С начала года в мэрию поступило почти 600 сообщений с пометкой «Транспорт», в том числе и через WhatsApp. Звонила несколько раз в администрацию, на грязные автобусы, на не очень корректных водителей, которые хамят, грубят. Я редко езжу, но на 41-м, раньше он вообще-то очень плохо ходил, по часу ждали. Сейчас он стал немножко чаще ходить. В принципе, доволен. Удобно сформирована сеть транспортного общественного транспорта. Двигатели у них дымят в салоне, воняет дымом. А вот насчет маршруток, вот раньше 40-й автобус ходил, ну его как бы убрали, потому что он уже непригодный был, ну как транспорт. Ну а вот маршрутки вот взяли, они нормальные, да. Кстати, по многочисленным просьбам студентов, на острове Русский был запущен еще один автобус на маршрут номер 15, следующий от остановки Изумруд к Океанариуму и обратно. «Каждая жалоба для нас – это ЧП. Стоял ли долго водитель на остановке, грязный ли был автобус, ушел ли с линии раньше положенного – все эти факты для нас – сигнал о том, что не все в работе общественного транспорта Владивостока благополучно. Стараемся оперативно принимать меры», сказал Сергей Цибулин, начальник управления транспорта администрации Владивостока. Чтобы сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание или высказать свои идеи о том, как улучшить жизнь в городе, просто отправьте сообщение, фото или видео по WhatsApp на номер 8-914-703-0011. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.